Чайка историческая. Чайка от изданных, 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 шефтеля. Шефтель придумывает символ на занавесе Московского художественного театра. Это та самая первая чайка, которая везела на занавесе художественного театра, когда он появился в 1902 году. Это макеты Симова к первой чайке 1898 года. Здесь три действия. Я считаю, что это самые уникальные экземпляры, которые представлены здесь, потому что уже никто и никогда не делает и никогда делать не будет таких макетов. А изначально в художественном театре Константине Сергеевичу считалось, что именно макет, художник должен сделать макет. И только уже после этого начинали работать со сценической площадкой. Это подарок Юрия Богатырева, артиста художественного театра. Алик Николаевича Ефремова. Ну, он такой символичный, потому что, если вы знаете, у Чехова есть такие слова «Умей нанести свой крест и веруй». Так вот, это те слова, которые Юрия Богатырева перефрагировали. «Нанеси свой крест и веруй». Он подарил, Богатырев очень хороший художник, он рисовал своих друзей. У него есть несколько портретов Олега Николаевича Ефремова. Ну, вот это такой символичный подарок после «Чайки» 80-го года. Это эскизы к спектаклю «Чайки» 1960-го года, который был поставлен Станицыным и Раевским, в котором Аркадину играла Алла Константиновна Тарасова. Нина Заречная, там была молодая еще студентка театрального школ-студии «МХАТ» Татьяна Лаврова, а Полину Андреевну играла Ольга Андровская. А вот, если вы посмотрите туда, то это там костюм Тарасовой Аркадиной, а здесь это уже Татьяна Евгеньевна Лаврова, которая в 80-м году сыграла Аркадину. Костюмы, ну, все подлинные. Вот там вот этот синий костюм, это костюм Полины Андреевны, то есть Андровской. Здесь представлена «Чайка» 1968-го года, которую поставил Борис Николаевич Леванов, и художником был Шифрин, а там представлена, извините, представлена «Чайка», вот эта «Чайка», которую оформлял Левенталь, это «Чайка» Олега Николаевича Кремова. Это костюм их «Чайка» Николаевича Кремова, это «Чайка» тоже 68-го года, я вам набрала, там Шифрин, 60-й год, извините, это 68-й стендер. Ну, и вот тут представлены копии, конечно, но я считаю, что это уникальные совершенно документы. Это первая программка, провалившаяся в Александринке Чеховской части, после чего Антон Павлович отказался от идеи вообще для себя быть театральным писателем и драматургом. А потом вот они встретились с Константином Сергеевичем, и вот произошло это чудо, благодаря которому мы все сейчас существуем. И первая афиша первая, программка первой, «Чайки» 1890-го года и выпил письма Антона Павловича Чехова. «Чайки» 1890-го года.